Ребята, у меня есть предложение к вам по поводу кличек зэков в следующем ролике. Предлагаю назвать их смайликами. Это, конечно, не самый лучший пример, но пойдет. Знаете, я бы сейчас с удовольствием залез бы в вентиляцию, но боюсь, что там будет какой-то баг, так что... Не понял, бей-беги, а ты куда пошел? Что это сейчас было? Почему заключенный просто взял и сбежал отсюда? Хей, всем привет, друзья! Сегодня мы в самой настоящей сибирской тюрьме. И в The Escape City у нас, наконец-то, нормальный русский перевод. Подробности к установке и сам файл с русификатором вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Ну а пока что, думаю, надо показать ссылку на создателя карты. Да, карта у нас от подписчика. И я могу сразу сказать, что я его очень сильно люблю, потому что мы работаем на разгрузке. Потому что машинка у нас стоит на улице, и тут рядом даже по соседству генератор. Относим последнюю коробочку, и все, наша с вами работа выполнена. Помимо разгрузки, здесь еще есть работы библиотекаря на кухне, плотника и на металлшопе. Почти все эти работы, кроме кухни, мне могут пригодиться, потому что все они находятся в этой зоне. Вот только есть небольшая недоработка. Все вопросы, ребят, ко мне, а не к создателю карты. Когда я открыл карту в редакторе, здесь были дверки с зеленым ключом. Я подумал, что это не сильно-то и круто, и поэтому поменял их на двери с фиолетовым ключом. Но я забыл, что фиолетовый ключик работает только после отбоя. И поэтому мы сейчас сможем находиться в этом помещении. Но вообще, при побеге, конечно же, этот ключик не потребуется. Поэтому пока что я не буду брать эти тайники заключенного, а уже в нашей группе вы сможете скачать нормальную карту без этого... без этой недоработки. Ну, слушайте, а этот офицер уже сдох сам, так что я у него ворую форму охранника и его дубинку. Нам потребуется фиолетовый ключик, а это значит, Дима немножко лоханулся и прошел через металлоискатель с формой офицера. Ребята, у меня есть предложение к вам по поводу кличек зэков в следующем ролике. Предлагаю назвать их смайликами. Это, конечно, не самый лучший пример, но пойдет. Так что в комментах к этому ролику оставляйте смайлики. Думаю, будет забавно. Так вот, вообще-то мне потребуется фиолетовый ключик, кусачки и ложная решетка. А фиолетовый ключик мы воруем, ну, очень редко. Понятия не имею, у кого находится этот самый ключик, но я точно знаю то, что хозяин фиолетового ключа стоит где-то на перекличке. Или на завтраке, или в душе, или на тренировке. Как всегда, у нас два варианта. Либо добыть ключ самим, либо прибегнуть к помощи банды. Но знаете что, пока у нас мало интеллекта, думать о ключе еще рановато. Отбой наступил незаметно, но нам повезло, что создатель карты был щедр и добавил терминал с интернетом прямо к нам в камеру. Поэтому я и прокачивал интеллект всю ночь, и сейчас у нас 62 интеллекта. Правда, этого все равно будет мало. Абсолютно все зэки ко мне относятся нейтрально. Поэтому мы просто покупаем зажигалку и крафтим растаявший шоколад. И уже своими силами будем доставать тот самый фиолетовый ключик. По-моему, он находится... Ух, меня убили, но, слава богу, зажигалка это незапрещенный предмет. Кстати, очень странно. Фиолетовый ключик, скорее всего, находится у третьего офицера. А для крафта нашего снотворного мне не хватает только одной шоколадки. Ну и только для крафта слепка. Мы с вами находимся уже практически в самом низу этой карты. Для побега я хочу скрафтить себе ложную решетку. Ну, чтобы не спалиться. А спалить мне может либо машина, либо офицеры, которые могут здесь ходить. И я здесь стою уже давненько. И за все это время прошел только один офицер, где-то в километре от меня. А машина куда-то испарилась. Так что можно попробовать сбежать и без ложной решетки. Просто ломаем этот заборчик и бежим к краю карты. Ну и да, я забыл про фиолетовый ключик. Так что прямо сейчас, чтобы оказаться у себя в постельке, я должен буду сдохнуть. И потерять немножко своих денег. Ну а тем временем мы с вами крафтим легкие кусачки. Для побега нам потребуется только фиолетовый ключик. И снотворное у нас уже есть. Так же, как и замазка. Так, третий офицер стоит посередине. А это значит, что у него технический ключик. И мне это не нравится. Давайте попробуем оглушить офицера номер два. И... А блин, что за фигня? Я точно помню, что технический ключик должен находиться посередине. Почему он сейчас находится слева? Окей, все-таки фиолетовый ключик у офицера. Только главное сейчас как-то успеть сделать слепок и убежать отсюда. Третий офицер еще даже не успел прийти на перекличку. А мы уже крафтим слепок его ключа и воруем заново в форму офицера. На всякий пожарный. Теперь мне потребуется гребень для крафта жидкого пластика. И все, фиолетовый ключик готов. А это значит, побег будет сегодня. Мы все-таки будем с вами проходить через металлоискатели. Поэтому крафтим себе контрабандную сумку. Пока что только не улучшенную. Еще не закончилась перекличка. А мы с вами уже скрафтили фиолетовый ключик. И это кто у нас? А это третий офицер, который очень сильно хочет меня избить. Мне повезло. И офицер по кличке Бей-Беги продает провод. Мы его покупаем. И это последний третий провод, который мне потребуется для крафта ложной решетки. Хоть она, возможно, мне и не пригодится. Но подстраховаться стоит. Все-таки джип тут появился, хотя раньше его не было. Вот теперь-то шансов свейлиться у меня будет намного меньше. И, кстати, по поводу перевода. Почему эти штучки называются участок? Я думал, это какие-то коробки. Я на самом деле не сильно-то и обращал внимание на перевод в обычной версии The Escapist. И не могу что-то дельное сказать про этот перевод. Поэтому, если вы сами что-то заметили, то пишите об этом в комментариях. Но, да, я вижу то, что вроде бы эта груша переименована. Раньше она называлась не так, а может быть и так. Ну, блин, ребят, я вообще не знаю. У нас есть небольшая проблемка. Я тут совсем забыл, что для побега с этой карты мне потребуется еще технический ключик. А он-то как раз и находится у второго офицера. И он сейчас будет проходить мимо нас. И есть, господи, буквально за пару часов до побега я нахожу тот предмет, без которого бы я не сбежал отсюда. Вот теперь-то все вещи для побега у меня уже должны быть собраны. Третий день уже подходит к концу. И я тут понял, что за все эти три дня мне так и не попались нормальные задания. Ну и, конечно же, когда я уже готов к побегу, у зэков появляются нормальные, блин, задания. Отмечаемся на перекличке и можно уже действовать. Первым делом мы переодеваемся в форму офицера. Ну а дальше просто берем все мои запрещенные предметы. И реально надо забрать все, потому что меня сегодня будут проверять. Проходим через первый металлоискатель, через второй и уже выходим на улицу. Давайте сразу зайдем в помещение с генератором, мне там будет немножко поспокойней. А вот и наша машинка, то есть сложная решетка мне все-таки пригодится. Знаете, я бы сейчас с удовольствием залез в вентиляцию, но боюсь, что там будет какой-то баг, так что... Не понял, бей-беги, а ты куда пошел? Что это сейчас было? Почему заключенный просто взял и сбежал отсюда? Неужели у него тоже были все предметы для гребаного побега? Нет, реально вы видели, он просто взял и ушел. И нас с вами только что чуть не сбила гребаная машина. Пока генератор отключен, мы просто начинаем бить наш заборчик. И нам надо сейчас срочно включить звуки, потому что вдруг машина, а я ее просто-напросто не услышал. Где-то там вдалеке ходят офицеры, но нам на них вообще все равно. Мы ломаем заборчик, ставим ложный и даже звуки машины нас нисколько не пугают. Напоминаю, что нормальный перевод эту карту вы сможете скачать в нашей группе ВКонтакте. На этом у меня все, удачи вам и до новых встреч на моем канале. Всем пока. И не забывайте оставлять ники заключенных к следующему ролику. За танк мне просто не было равных и я мог просто всех убить. А тут же меня убили меньше, чем за минуту. И походу эта игра реально мне не даст заскучать. Я вот сейчас не совсем понял, что произошло, мы выиграли или нет. Вроде бы игра продолжается. И блин, из-за этого тумана, очень густого, я даже не могу нормально прицелиться по человечкам снизу. Вот мне подстрелили, но ничего страшного.